На территории нефтебазы Ненецкой нефтяной компании произошел пожар. Повреждение одного из резервуаров привело к возгоранию дизельного топлива. На ликвидацию чрезвычайного происшествия были брошены все силы МЧС по Ненецкому округу. Впечатлительным зрителям просим не беспокоиться. Это всего лишь сценарий масштабных учений, которые прошли сегодня в городе. О том, как силовики справились с задачей, расскажет моя коллега Ольга Русул. 33 несчастья обрушились на Наринмар и конкретно на Ненецкую нефтебазу. Согласно легенде, беспилотник протаранил один из резервуаров. Сейчас его тушат и устраняют течи. События на месте происшествия разворачиваются молниеносно. Взрыв привел к повреждению стенок двух рядом стоящих резервуаров. Каждое подразделение четко выполняет свою работу. Условно перейдем вот этот резервуар, производим тушение. С этой стороны производится охлаждение, с той стороны сейчас будет производиться пенная атака. Пока одни тушат предполагаемый пожар, другие, а именно газоспасательное отделение, облачают специальные костюмы, чтобы приступить к устранению течи. По легенде, осколки повредили емкость, и теперь она источает дизельное топливо. То есть там открытая течь осколками пробила ее, открытая течь, они сейчас приходят на место, ликвидируют течь и докладывают, что ликвидация. То есть бомба уже взорвалась, правильно? Да, она взорвалась, горит средней. Вот эта емкость средняя горит, а вот эта емкость осколками ее раздробила, и она как бы течь дала. Эти оранжевые костюмы обеспечивают безопасную работу спасателей под обливым химическими веществами. Защищают от агрессивной жидкости и паров. Тем временем начинается пенная атака. А это специальная пена, ее используют исключительно для тушения нефтегазовых продуктов. Установка Пурга-60 выдает воздушно-механическую пену. Расход 60 литров раствора в секунду покрывает площадь в 1200 квадратных метров. Ее применяют тогда, когда обычной водой с пожаром не справятся. Ну вот для тушения нефтебаз горючих веществ разных классов, горения которые... А есть какие-то сложности в работе с такими агрегатами, которые тушат? Да вроде нет. Видите, простое в обращении. И это еще не все неприятности. На реке близ нефтебазы обнаруживается пятно около 800 квадратных метров. Дизельное топливо распространяется по течению печуры. Поэтому параллельно с тушением пожара спасатели проводят работы по его локализации и ликвидации. Это одни из самых масштабных учений за последнее время. Любой вообще крупный пожар, в частности вот в резервуаре, он связан с определенными организационными сложностями. Это значит, скажем так, очень много рукавных линий, много техники, много очень организационных вопросов, чтобы пена сюда пошла, ее нужно сюда доставить, как-то организовать вопрос забора пенообразователя из емкости и так далее. Ну и, скажем так, уже, как вы видели, в итоге все у нас увенчалось успехом. На ликвидацию пожара и его последствия была брошена вся резервная техника. Это порядка 14 единиц и более 80 человек личного состава. Весь Наринмарский пожарно-спасательный гарнизон, пожарная часть с постом, Ненецкий комплексный аварийно-спасательный центр, окружная служба спасения. Кроме того, безопасность во время учения обеспечивали сотрудники ОМВД и Росгвардии. «Самая главная задача этих учений, то, что люди, они сами все видели, сами ножками все прощупали. И это нам дает очень большой задел на то, что если ситуация такая возникнет реально, то мы практически со стопроцентной гарантией сработаем и ликвидируем пожар. Даже можем надеяться, что в начальной стадии». Ситуация под контролем. Разбор полетов прямо на месте. Справились быстро и практически без ошибок. Город может жить спокойно. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север.